Мы промеряем глубину. Опять берем наш глубомер. Кстати, по поводу веса глубомера здесь что-то не указано, но он, наверное, грамм 15. Для карпового хозяйства, для ловли карпа тяжелее это, наверное, и не нужно. Соответственно, берем наш глубомер, прикрепляем глубомер к крючку, забрасываем первый раз оснастку. Ну, мы уже забрасывали первый раз, но еще раз убедиться. Выкатываем наш штекер. Глубина промерена сейчас неправильно. Очень много поплавка торчит из воды. Обычно, когда поплавочники говорят, как промерена глубина, говорят по количеству поплавку, выверенного из воды. Соответственно, мы откатываем это все назад. Подкатываем нашу оснастку. И уменьшаем глубину, ну, сантиметров на 10. Вымеряем поплавок и аккуратно-аккуратно его опускаем. Вот смотрите, у нас сейчас основание киля касается воды. Вот если бы я ловил леща, чисто леща, наверное, это была бы правильно вымеренная глубина. Если ловлю карпа, то реально у меня сантиметров 10-15 поводка находится на дне. Это много. Я уменьшу еще 5-7 сантиметров. И красивое слово убедюсь, убеждусь, что я сделал правильно. Для меня очень часто ориентиром, насколько я уменьшаю глубину, это размер антенки. Антенка порядка 5 сантиметров. Соответственно, я уменьшаю глубину просто на расстоянии антенки. Палец был в районе поплавка, теперь палец в районе антенки. Соответственно, я уменьшил глубину на 5 сантиметров. Ну и делаем ту же самую процедуру третий раз. Мы сейчас не будем заниматься промеркой точки, искать неровности и так далее. Мы просто выставляем ровную глубину. Вот видите, поплавок торчит на половину киля. Вот если бы я ловил плотву, наверное, я бы оставил вот такую по глубину. Если я ловлю карпа, я тоже оставляю вот такую вот глубину. Вот так вот. Если бы я ловил леща, я бы, наверное, положил на дно больше. Но сколько положить на дно, каждый раз бывает по-разному. Соответственно, есть возможность играться глубиной и искать глубину. Я промерил глубину только на одном ките. Очень многие делают грубую достаточно ошибку, кладя кит на подставку и выставляя глубину по первому киту. Считаю, что это правильно. Это неправильно. По-разному натянута резина, по-разному натянуты оснастки. И максимально правильно каждый раз, каждый отдельный кит отдельно промерять глубину и отдельно смотреть, что у нас с глубиной. Я приблизительно на глаз выставил глубину по аналогии с другим китом, с которым уже оснащен. Но, тем не менее, я в обязательном порядке опять присоединяю глубомер. И в следующем ките будет у меня 10 китов. Я каждый отдельный кит буду мерить отдельно. Это очень важно убедиться, что у тебя глубина выставлена правильно. Соответственно, сейчас я выставляю, делаю ту же самую процедуру, которую я делал. Еще раз. Завожу штекер, опускаю и смотрю, где дно. Вот видите, я выставил глубину по другому штекеру. Но глубина выставлена, большее количество лески находится на дне. Немного на сантиметр, но больше. Поэтому я проверил, убедился, что я немножко ошибся. На один сантиметр, но в данном случае я делаю это на пол антенки. Сделал мельче. Вот так вот. Глубина выставлена, рыбу можно ловить. И рыбалка практически подготовлена.